Здравствуйте! На телеканале Россия, Вести Татарстана, в студии Лилия Галимова в этом выпуске. Прервали отпуск, для чего депутатов в срочном порядке отозвали с парламентских каникул. Другого пути нет. В Казани закрывают очередные улицы. Когда закончатся работы на уже перекрытых участках? Первый звонок. Малышам Татарстана с этого дня помогают собраться в школу. Каких первоклашек ждут подарки? Дело на миллион. Решилось, кто помог нижнекамскому мальчику, нуждающемуся в дорогостоящем лечении. Лучшая женщина живет в деревне, где и по каким критериям будут выбирать хозяйку села. Придвигаться по Казани с этого дня стало еще сложнее. Ночью перекрыли проспект Амирхана на участке Считаева до Чистопольской. Это дорога в числе тех, что нужно отремонтировать к универсиаде. Пока же из обещанных 64 улиц готовы только 15. Дарья Турцева проехалась по объектам. Самая масштабная стройка Ленинская дамба. Здесь все сложные, но незаметные для горожан работы завершились. От старой Ленинской дамбы остался один каркас. И его должны полностью разобрать уже к сентябрю. К этому же времени будет готов новый мост. Рабочие вышли на финишную прямую. А палубка моста со стороны цирка уже готова. На ней уже примеряют облицовочную плитку и опоры освещения. Этой решили не подойдет. Слишком массивная. Будут искать столбы поизящнее. Но прежде самый ответственный этап – бетонирование несущих конструкций. Несколько экскаваторов намывают дамбу. Она станет шире на 8 метров. По 4 полосы в каждую сторону. На площади Тысячелетия вся работа сконцентрирована на строительстве подземного перехода. Работаем каждый день без выходных. Суббота-воскресенье тоже нет. Работаем с 7 утра до 7 вечера. Сегодня закрыли Амирхана от Читаева до Чистопольской. Там ремонтируют дорожное покрытие и строят ливневку. Еще неделю будет ремонтироваться проспект Ямашево от Амирхана до Мусина. Движение для частных автомобилей здесь закрыто. Проехать может только общественный транспорт. Сейчас ремонтируется улица Левобулачная. Приступили долгожданный ремонт улицы Тукая. Также ремонтируют улицу Павлюхина, улицу Горького и многие другие улицы. Из-за перекрытой Ямашево автопоток приняла на себя Чуйково. Здесь асфальт не ремонтируют, но от этого не легче. Уже третий месяц меняют теплотрассу. Проезжая часть сужена, огромная пробка. Чуйково сейчас здесь, Ямашево. А, сейчас скажу, Ленинское дам. После Ленинского ходишь на Булаке. Там вообще кошмар вчера было. Ну еще более-менее пока. Это еще не самое страшное, скажем. Только хуже, наверное, будет, мне кажется. Если стройка идет по всему городу, приходится мириться. А что? Что сделаешь? Что поделаешь? Универсиаде нужно отремонтировать 64 улицы. Пока же из этого списка работы завершены только на 15 объектах. Так что казанцам придется набраться терпения. Дарья Турцева и Даркунафин. Вести Татарстан. Сегодня Рустам Миниханов принял участие в открытии реконструированного домостроительного комбината в Набережных Челнах. Теперь на предприятии, которому исполнилось 40 лет, могут воплотить в жизнь любые идеи архитекторов. О том, что стройиндустрия нуждается в обновлении, шла речь уже на расширенной коллегии Министерства строительства, архитектуры ЖКХ Республики. В частности, Рустам Миниханов отметил, что следует изменить отношение к крупнопанельному домостроению. Сегодня есть технологии, которые позволяют снизить цену и обеспечить высокое качество. Так что доля такого домостроения должна быть увеличена, отметил глава Республики. Это там же в Набережных Челнах с участием президента дали старт благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ровно за месяц до начала учебного года. Первоклассникам малоимущих и многодетных семей будут получать портфели, укомплектованные всем необходимым. Часть из них уже сегодня получили рюкзаки, спортивный инвентарь, сертификаты на приобретение школьных принадлежностей. Так признался президент, необходимо поддерживать все начинания в школьном образовании. Вместе с вами даем старт акции «Помоги собраться в школу». В 2007 году это начинание получило старт и каждый год порядка 15-20% детей получают поддержку, чтобы каждый ребенок достойно мог пойти в школу. Не только дети первого класса, но и те дети, которые учатся во втором-одиннадцатом классе. Заплатить за свет в рассрочку такая возможность появится у татарстанцев с 1 сентября. Новшество касается тех, кто стал тратить электричество больше обычного. Об этих и других изменениях при оплате энергии в нашем следующем сюжете. До сих пор расчеты за электрическую энергию в Татарстане шли в рамках двух постановлений. Республиканского 87-го и федерального 307-го. Если в доме есть квартира без счетчика, рассчитывать такие хозяев будут по нормативу. Другие изменения касаются квитанции за свет нового образца. Татарстанцы начнут получать ее на руки в сентябре. Единую форму счет-фактуры разработали специалисты Министерства регионального развития страны. И теперь у нее будет другой вид. Это представляет из себя 6 разделов, в которых указаны и данные о платильщике, данные о ресурсоснабжающей организации, данные, по которым производится расчет, справочные данные и данные по рассылочке. Изменяется и формула расчета за ОДН. Расчет будет производиться пропорционально площади жилого помещения, а не пропорционально расходу электроэнергии внутри квартиры, как это было раньше. Меняется и порядок ограничений на подачу электрической энергии. Если раньше абонентам отключали свет в случае неуплаты услуги за 3 и более месяцев, то теперь по-другому. Согласно 354-му постановлению, потребителя оставят без электричества за долги по 3 нормативам. Правда, документ судит не только ужесточение санкций неплательщикам. Своим добросовестным абонентам компания, наоборот, предлагает определенное послабление. С законодательством предусмотрена рассрочка гражданам-потребителям, у которых в текущем периоде потребление выше аналогичного периода прошлого года на 25%. То есть вот в этом случае также возможно предоставление рассрочки. Однако рассрочка будет предоставлена под процент, хотя и не очень большой. В среднем не более 11%. Подробнее об этих изменениях можно узнать на сайте Татанаргосбыта. Его адрес указан на экране. Насляхузина, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан. Депутатов Госсовета вызвали на работу. Сегодня народные избранники, прервав парламентские каникулы, собрались на заседание президиума. Они утвердили повестку дня внеочередного заседания Госсовета, которое пройдет в пятницу, 3 августа. Незапланированная сессия назначена в связи с трагическими событиями 19 июля. Среди приглашенных представители духовенства всей республики, главы районов. Заседание будет проходить в прямом теле и радиоэфире. Депутаты заслушают доклад о мерах по профилактике и противодействию религиозному экстремизму и будут вносить изменения в закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Первый миллион есть. Теперь задача получить второй до конца этой недели. Аграрии работают в семидневном режиме, чтобы вовремя собрать урожай. С ходом работ сегодня ознакомился Фарид Мухаммедшин. Он побывал в районах Заволжья. Худшие прогнозы в традиционном хлебном Заволжье уже не оправдались. Даже несмотря на сложную зимовку и недостаточное количество весенней влаги. Кайбитским земледельцам предстоит убрать урожай на 25 тысяч гектарах. Примерно одну треть они уже преодолели. Все зависит опять же от погоды, от комбайна, ну и конечно самих комбайнеров. Должны любыми путями изыскывать ресурсы на достойную зарплату. Задачи перед сельчанами непростые. Взять максимум и сохранить каждый килограмм. По подсчетам специалистов, аграрии из-за непогоды уже недополучат как минимум полтора миллиона тонн. Этот труд отдает свою продукцию. Ее надо вовремя качественно собрать. И эту задачу понимают все труженики. И нацелены на это. И материально поддерживаются, стимулируются. Похожа ситуация и в соседних районах. В агрофирме Камско-Устинское холдинга Акбарс хлеб убирает уже почти две недели. Главное конкурентное преимущество, уверены здесь, это современная техника и молодые, высококвалифицированные кадры. Молодежь сегодня стремится на село. И просит, чтобы им дали такой комбайн. И хочет показать свою мощь, свою энергию. С приходом Акбарс холдинга изменились наши сегодня темпы. Изменились культура сегодня полевых работ. В этом году аграрии получили солидную поддержку. Только на льготные горюче-смазочные материалы нефтяники Татарстана раскошелились на 1 миллиард 100 миллионов рублей. Еще одна тема разговора с сельчанами – стоимость зерна. В крупные агрофирмы уже заезжают перекупщики, предлагая за собранный урожай чуть больше, чем государство. Министр настаивает, уговором поддаваться нельзя. Нужно в первую очередь обеспечить республиканские закрома. Мы, прежде всего, должны обеспечить самого себя. Потом решим, после того, как завершим уборку, подведем итоги. У нас потребность, она арифметически просчитывается. Кроме того, закупаем в региональный фонд. Цены, обозначенные районом, они достаточно привлекательны. По самым последним данным, на сегодняшний вечер в республике намолочено чуть более миллиона тонн зерна. Комбайны прошли примерно одну треть пахотных земель. Средняя урожайность за 20,7 гектара. Сегодня самая главная задача – не снизить темп уборки. Ведь времени совсем немного, а погода бывает непредсказуемой. Дмитрий Федоров, Илья Шурин, Зульфат Сибогатуллин. Вести Татарстан, Кабельский и Камско-Усильские районы. Сбор средств на лечение Димы Буранова приостановили. Мы уже рассказывали о Нижнекамском мальчике, которому на лечение ежедневно требуется препарат стоимостью около миллиона рублей. И вот родители Димы сообщили хорошую новость. Тех ребенку купили лекарства. Помочь обещали и в дальнейшем. Диме Буранову всего 12 лет, но он уже знает, что значит сражаться за жизнь. У мальчика страшное заболевание – тирозинемия. Ему нужно каждый день принимать дорогостоящие препараты. Цена одной упаковки – около миллиона рублей. Хватает ее на 20 дней. Помогали мальчику всем миром. Журналисты делали сюжеты, горожане несли деньги. Благодаря им удавалось покупать препарат Афродин. В России всего 7 детей с таким диагнозом. И лекарств от этой болезни нет в федеральном льготном списке. И вот приятная новость. Просить денег больше не нужно. Хочу сообщить, что нам закуплены лекарства. Это до конца года. И надеемся, что больше мы денег больше не будем содержать. На это очень надеемся. Потому что с Нового года федеральному закону должны давать эти лекарства. По словам Папы, проблемы взяли на контроль власти республики. Большое спасибо хочу сказать всем, кто помогал. Всем горожанам, всем, кто вообще, кто помог. Особенно большое спасибо президенту Татарстана. Полновешему по правам ребенка удачной, Гузель Лобисовне. Фондам, которые нам помогали до этого времени. Всем огромное спасибо. Всем огромное спасибо. В конце августа мальчика ждет операция. Терезинемия сделала свое дело и началась деформация костей. Но Дима верит, что сможет когда-нибудь, как и его сверстники, бегать, играть и просто жить. Потому что знает мечты. Если в них очень верить, обязательно сбываются. Лилия Жданова, Алсу Юматова, Артур Тавликаев. Вести Татарстан. Нижнекамск. Эти женщины в конкурсе борются не за звание самой красивой, а за титул хозяйки. Причем хозяйки села. Такой конкурс объявили в одном из районов Татарстана. Все претендентки особо весьма скромные. А на их плечах лежит много забот. Вот с одной из тружениц встретились наши коллеги. У Дании Нуреевой каждая минута на счету. На часах 5 утра, а в духовке уже пироги пекутся. А еще надо домашних животных покормить и в огороде потрудиться. На участке в 15 соток. Самое время собирать урожай яблок. Сделаем повитву, варенье, компоты, пюре для маленьких. Вот у нас внук родился, мы в магазине уже пюре не покупали. Труженица села и не предполагала, что и она сможет стать участницей конкурса. Но именно такие, как Дания Нуреева, и будут главными конкурсантками в соревновании на звание лучшей сельской женщины. Конкурс хозяйка села уже стартовал и первая претендентка на победу Дания Нуреева. Я думаю, что сельская женщина заслужила того, чтобы о ней говорить, о ней писать, о ней петь. Образ сельской женщины очень сложный. И таких деятельных и скромных на селе немало. Именно поэтому дамы из общественной организации «Женщины Нижнекамской» решили провести конкурс «Хозяйка села». Показать себя теперь сможет каждая сельская женщина. И не случайно стартовал он именно летом. Для того, чтобы мы успели зафиксировать ее цветущие полисадники, ее домашнее хозяйство. А итоги будем подводить 15 октября. 15 октября – это Всемирный день сельских женщин. В этом конкурсе будет 8 номинаций сельских женщин. Помимо того, что хорошие хозяйки еще и поют и танцуют. Но и самое главное – они искренне любят свой край. Мы, наверное, в городе жить не сможем, потому что там как будто воздуха не хватает уже нам. В деревне выходишь, сразу попадаешь в огород, в сарай, вот к ним, кормишь, все забываешь, прям душой отдыхаешь. Итоги конкурса «Хозяйка села» подведут в октябре праздничным концертом с призами и подарками. Ну а до 15 сентября все труженицы Нижнекамского района могут подавать заявки и попробовать стать лучшей из лучших. Светлана Салманова, Алсу Юматова, Максим Липин, Вести Татарстан, Нижнекамский район. Сейчас мы ненадолго прервемся на прогноз погоды, после чего вновь вернемся в студию Вести Татарстана. Не переключайтесь. Светлана Салманова, Алсу Юматова, Максим Липин, Вести Татарстан, Нижнекамский район.